13.06 в Кирове на 101.fm программа интервью. Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня Виталий Лейбин, шеф-редактор журнала «Русский репортер». Виталий, добрый день. Добрый день. Я, во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время к нам прийти. Мы вас действительно очень ждали, как и все кировские журналисты, с которыми вы встречаетесь сегодня в 7 вечера в галерее «Прогресса». Небольшой анонс, туда вход свободный, и Виталий будет говорить о роли автора в материале автора. Да. Вы знаете, я хотела начать программу с такой, наверное, личной для меня историей. Я по утрам пью кофе и читаю журналы. Это либо «Эксперт», либо «Русреп». У меня лежит стопочка на подоконнике. И сегодня это был «Русреп». Я читала вашу статью. Это три истории матерей заключенных. Их детей сбивают в колониях. Статья о насилии со стороны силовых структур. «У меня сын, и я ничего не могла с собой поделать, и я сидела и плакала». Вот скажите мне, пожалуйста, вы такой реакции добивались этим материалом? Да, ну, конечно, мы хотели, чтобы это было эмоционально воспринято и как действительную проблему. Потому что кажется, что мы в 90-е сильно ожесточились, и есть такое все-таки представление о том, что преступники должны быть как-то наказаны. И у нас по-прежнему пыточная тюремная система. В том смысле, что она не дает эффект острастки вразумления, как это нужно для того, чтобы люди, которые совершили правонарушение, могли вернуться в нормальную жизнь после этой острастки вразумления. А это буквально наказание. Наказание довольно жесткое. Это неразумная политика в том смысле, что она как бы одобряется людьми, потому что они полагают, что таким образом можно избавиться от каких-то нежелательных элементов у себя в городе. Но они понимают, что люди, которые пришли через тюрьму такую, становятся еще большими преступниками. Тем более, что мы не можем гарантировать о том, что у нас достаточно справедливая правоохранительно-судебная система. Часто люди за не очень крупные преступления садятся надолго. И очень мало в уголовном судопроизводстве представлений о том, что человека надо спасать. Ведь преступность побеждается не наказанием, а побеждается социальной политикой. Но надо сказать, что у нас была до этого статья, где мы поговорим, что у нас сейчас вообще-то заключенных исторически наименьшее число как минимум с годов 20-х. Да, я видела на сайте, по-моему, статью. Да, эту новость процитировали все, но никто не понял, что произошло. Действительно грандиозное событие. У нас все еще довольно много заключенных на душу населения. Но и можно было сказать, что это может быть нехорошо, когда заключенных мало, но преступлений становится больше. А у нас падает и количество преступлений, и количество заключенных. Падает. Но при этом все еще, все еще, это не гуманная система. И все еще есть резерв для того, чтобы наше общество было гуманистичным. Потому что для меня это такой интегральный критерий внутреннего насилия в стране. И государственное насилие против людей, которые он считает преступниками или сумасшедшими, например. И как бы насилие друг к другу, бытового насилия. И это, кажется, более важный критерий, чем ВВП на душу населения. Потому что отображает то, насколько мы внутри себя любим. Да, любим себя, своих близких, своих соседей, ближнего. И в этом смысле то, что снижается хорошо, но надо понимать, что все еще это довольно пыточная система. И довольно много неправосудных обвинений и сроков, которые люди получают, в общем, несправедливо. Я правильно понимаю, что вы следите каким-то образом за нашей уголовно-исполнительной системой? Потому что новости про заключенных и сейчас эта статья... неким образом время от времени появляются в вашем издании. Вот эту статью предложила Дима Беляков. Это выдающийся фоторепортер, который и пишет здорово. Но бывает так, что фоторепортер пишет здорово, но все равно фоторепортер. Бывает так, что пишущий хорошо снимает, но он все равно пишущий. Вот Дима Беляков военный фотограф. Он прошел все войны, которые на нашей памяти были. Был он единственный... Это у нас было опубликовано. Единственный, кто, кажется, здорово, в смысле трагично и драматично снимал украинскую войну с обоих сторон фронта. Это вообще не очень легко. Немногие, как бы, многих банят то с той, то с другой стороны. Немногие решаются работать с обоих сторон фронта. А он работал. И у него в «Русском репортере» это было опубликовано. Парные портреты людей с разных... Похожих людей с разных сторон этой войны. И для него эта тема тоже такой вопрос внутренней войны. Возможно, если мы победим внутреннюю войну, то всем нам будет от этого лучше. Нам очень помог фонд «Общественный вердикт», потому что это и их кейсы. Да, мы иногда... Там один из самых простых способов и, в общем, логичных способов для журналиста найти тему – это обратиться к людям, которые эту тему знают лучше нас. И есть, по крайней мере, две крупные организации – Нижегородский комитет против пыток Каляпина и «Общественный вердикт», который занимается неправосудным, избыточным и жесточайшим насилием в нашей правоохранительной системе. И мне кажется, что, хотя Каляпинский фонд был признан в свое время иностранным агентом, мне кажется, и те, и другие являются, безусловно, патриотами страны, потому что это очень важно для Родины, чтобы мы перестали бить и унижать друг друга не по праву. А вот скажите мне, как вы вообще тему выбираете? Как вы понимаете, что вот эта тема русреповская, а вот про это вы никогда не напишете? Мы, во-первых, мы репортер, да, русский репортер, и нам поэтому важны, мы выбираем темы, в которой нам есть что сказать как репортер, где мы можем открыть человеческую историю драматичную, ее описать. Нам бывают интересные темы, в которых у нас нет ничего, кроме нашего мнения. Да, вот где-то далеко что-то произошло, но нас там нет. Или меня что-то очень сильно беспокоит, я лучше в блоге напишу. А для русского репортера тема – это когда мы можем оказаться на месте события. И второй критерий – там есть герой, который кажется похож на нашего. А что такое кажется похож на нашего? Это когда все-таки у истории есть надежда. Когда герой преодолевает события. Бывает так, что все плохо, ужасно, синяки, синяки битвы, бьют конфликты. Это такая вот чернуха, которая, в общем, мы на русской журналистике очень полюбила в конце 80-х и в 90-х, как способ, что ли, открыли свободу слова. И показалось, что достаточно изобразить какую-нибудь беду, чтобы быть интересным. Беду или гадость. Но на самом деле интересно, когда не когда есть беда-беда-беда, а когда есть, например, в беде люди, которые ее преодолевают и пытаются помогать. Как вот эти матери в этом описанном материале, они же борются. Не только за своих сыновей, но и за чужих. Там потрясающе просто. И это истории, в общем-то, вызывающие слезу, но это истории по-своему оптимистичные, потому что они такие, как они, и сделают нашу жизнь губаннее. Или если все хорошо, там тоже интересно, кто-то спас собачку, или губернатор перерезал ленточку, само по себе это тоже еще не история. Там должен быть какой-то конфликт преодоления. Что-то, какие-то препятствия, которые позволили в итоге сделать хорошо. И в этом смысле наш герой, герой глубоко позитивный, даже в ситуациях непозитивных. И в этом, и вот эта самая драматическая надежда, и есть как бы наш принцип отбора темы. Мы не за приукрашивание, не за чернуху, мы за драматическую правду жизни, где есть светлая и черная страна, но главное есть герои, которые преодолевают обстоятельства и делают что-то хорошее. Это Виталий Лейбин, шеф-редактор журнала «Русский репортер». Мы сейчас буквально на полминуты прервемся и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир на 101.fm, программа интервью. Сегодня у нас в студии Виталий Лейбин, шеф-редактор журнала «Русский репортер». Виталий сегодня вечером в 7 часов проведет встречу с кировскими журналистами, активистами, в общем, со всеми неравнодушными и всеми, кому интересно поговорить про роль автора в материале, про его точку зрения, имеет ли он на нее право. В 7 вечера галерея «Прогресса», вход свободный, приходите, пожалуйста. Ну а здесь мы разговариваем про журнал «Русский репортер», про редакционную политику. Это один из моих любимых журналов, низкий вам поклон. Вот можете ли вы в двух словах сформулировать, вот «Русский репортер» он про что? Вы перед этим охарактеризовали вашего героя, да? А сам журнал вроде и про бизнес у вас есть, и про архитектуру у вас есть, и про запрещенную в России организацию ИГИЛ и общественно важные темы. Про что журнал? Про тех, был такой у нас 10 лет назад лозунг, про тех, кто строит в России цивилизацию. Просто когда-то, то ли Бердяев, то ли где-то еще, вот один из авторов замысла, Татьяна Гуроваша, которая сейчас возглавляет журнал «Эксперт», она где-то прочитала о том, что вроде бы Бердяев сказал, что в России есть культура, но нет цивилизации. Очень много больших писателей, но нет дорог, например. Вот. И это неправильно, исторически неверная ситуация. И мы хотели делать журнал для тех, кто с этим не мирится и строит не только культурную цивилизацию в нашей стране. Ну, у меня сложилось такое мое ощущение, что вы выбираете какую-то альтернативную повестку. Вот открываешь «Эксперт», вот тебе, пожалуйста, вот Трамп, вот Путин, вот про американскую действительность, вот колонка про российское образование. Все понятно, вот она, там, экономическая, политическая повестка. Открываешь «Русреп» и понимаешь, что это журнал из какой-то другой реальности. Да. Это та жажда, которая нас вдохновила на создание журнала, это жажда реальности. Вот когда-то еще Андропах, как говорят, сказал, что мы не знаем страны, которую управляем. Вот. И мы уже, когда начинали 10 лет назад, в середине 2000-х, мы поняли, что до сих пор мы не знаем страны. То есть все правительства, как всегда, то европеизируют, то наоборот, но из каких-то весьма абстрактных представлений о том, как надо, например, подчеркнутых от западного опыта или собственных предубеждений. Но в реальности, как живут люди, никто не интересуется, это же самое главное, потому что нельзя ничего путного построить, если кому-то что-то навязывать. Надо же понимать, как люди живут и чего хотят. И в этом смысле это вот наша альтернативная повестка, она, собственно, и есть попытка вычленить повестку страны. Довольно сложная, потому что она сильно зависит от многих, от государственной политики, внешнеполитических факторов, от идей, убеждений, все о чем-то спорят, об истории, например. Но важно сейчас не это, а то, что делают люди для того, чтобы изменить свою жизнь. То есть мы не просто детали жизни хотим видеть, а хотим выделить те части жизни, где происходит новое. И это, собственно, и там-то, в этих точках нового наш герой и живет, который делает это новое. И нам кажется, что вообще-то многовато в стране внешней повестки и идеологических, совершенно абстрактных каких-то небесных споров, и очень мало споров по существу. А что мешает реально, вот, там, дорогу починить? Или почему в одних регионах уже практически нет детских домов? Всех усыновили, а в других регионах есть. Или почему в одних регионах, опять же, больше сажают, а в других меньше? Почему в одних регионах есть потрясающие театры, не только в Москве и Питере, а в других нету? Это же важная, интересная вещь. Или во что верит и во что мечтает? В чем наша утопия? Да, можем поспорить абстрактно, но не в смысле, я прочитал в книжке, хочу жизнь переустроить. Был бы я царем или инопланетянином с таким рептилоидом, переустроил бы жизнь таким-то образом. Но мы не рептилоиды, мы можем переустроить жизнь только в том смысле, во что верим. И вот в чем эта самая новая вера и в чем утопия? Ведь пока же мы живем в стране, которая стабильна благодаря тому, что все помнят, как было плохо в 90-е. Но идея о том, как жить по справедливости и по правде, то не возникла все еще. И это не абстрактный спор, а это может быть только диалог людей, которые это справедливое будущее строят. Это Виталий Лебин, шеф-редактор журнала «Русский репортер». Вы знаете, Виталий, вот на сайте к вам есть вопрос от Саши. Как вы оцениваете качество кировской журналистики? Или оно везде в регионах настолько невысокое, как и у нас? Саша, мы до эфира с Виталием поговорили о том, что он не успел еще почитать кировские СМИ. Вы приходите сегодня в 7 вечера на встречу в галерею «Прогресс», он вам обязательно отведет. Я постараюсь успеть. Да. А вот какие СМИ вы лично сами читаете? Что вас цепляет? Угу. Мне вот есть довольно существенное количество интересной региональной прессы, не вся она плохая. У нас даже есть в «Русском репортере» такая рубричка, называется «Россия в заголовках». Она основана на том, как мы читаем региональную прессу. Есть сильная, вот удивительно, в далекой Якутии есть множество интересных независимых изданий, например, «Якутская вечерняя» или сайт «якт.ру», который можно читать. Есть «Тульская слобода», которая разрослась до многих регионов. Есть в Воронеже газета «Майо», которая тоже разрастается, которая находится, она похожа на комсомолку по такой степени подачи, довольно популярной. Но при этом разница в том, что они живут в городе, в котором сами горожане по СМС или звонят и сообщают новости. Это довольно плотное общение с городом. И с федеральной прессой, к сожалению, она стремительно-стремительно сужается в области федеральной печатной прессы. Но мы можем не только печатную рассматривать, диджитал-издание тоже. Но диджитал тоже сложно, потому что диджитал, интернет-СМИ, это всё-таки часто для того, чтобы проглядывать и не читать. Но вот открылся новый совершенно прекрасный сайт про книжки, называется «Горький. Горький. Медиа». Там просто, если вы интересуетесь чтением и книгами, то это потрясающе. Они вместе живут в одном офисе с магазином «Фаланстер». Это такой магазин, который как коммунистическое предприятие устроен. Там продают умные книжки и всю прибыль делят сами хозяева. Это довольно левацкое прекрасное комьюнити, которое зарабатывает на том, что любят на книжках, и сайт у них получится хороший. Кстати, возглавляет его сейчас наш бывший редактор отдела культуры Костя Мильчин. Есть. Понятно, что русская журналистика многим обязана газетам «Коммерсанты ведомости». Безусловно, деловая журналистика, прежде всего. Они в определённой мере держат рамку, держат планку качества. Но вообще много чего, много научно-популярных сайтов. Так, а «Медуза»? «Медуза», да, я просматриваю «Медузу». «Медузу» я просматриваю, и она скорее интересна тем способом подачи, чем содержанием. Но и репортажи там тоже бывали. Мне просто интересно, когда фактуру жизни. Одно дело, ты собираешь новости и подаёшь их, интересно. Другое дело, это здорово они делают. Другое дело, когда ты репортаж. «Медузу» бывают репортажи, слава богу. Новая газета, конечно, в «Новой газете» бывают репортажи. В «Комсомолке» бывают отличные репортажи, кстати. Виталий, знаете, не могу вам ещё задать вопрос, не задать вопрос про судьбу печатной прессы в России. Хоронят уже 10 лет печатную прессу, она всё никак не умирает и не умирает. Как вы конкурируете с социальными сетями, ВКонтакте, Фейсбуком, Инстаграмом, мессенджерами? Почему вы ещё живы? Да, но тяжело приходится. Конечно, экономическая ситуация в печатной прессе ухудшается всё время с 2009 года, с небольшим всплеском в 2010-2011. У нас были хорошие доходы. Тогда потом снова большое падение рекламного рынка, прежде всего. Во многом связано с тем, что все хоронят. Потому что понятно, что этот процесс сужения рынка печатной прессы происходит во всём мире, но он происходит всё-таки не так катастрофично, как у нас, потому что у нас всё происходит катастрофично. Во многом потому, что все как один, в том числе и чиновники, и общество считают, что всё это надо похоронить как можно быстрее. Но я обычно студентам, которым говорю, вот представьте себе, что такое будущее, в котором осталось только социальные медиа, откуда же они будут брать, ну, там тогда останутся только непрофессиональные мнения. Сейчас же понятно, что все читают в Фейсбук, но что они читают в Фейсбук или в ВКонтакте, или в Одноклассниках, то, что производят обычно профессиональные медиа, в редком случае непрофессиональные. И вопрос не в том, чтобы выходить на бумаги или не в бумаге, а в том, чтобы всё-таки осталось место такой прессы, такой журналистик, который может долго разбираться в проблеме. Да, это другое, чем новостная журналистика, другое, чем телевизор. Часто новостная журналистика и телевизор берут из этого области что-то для себя важное и полезное. Часто вот обычные интернет-сайты цитируют те же ведомости или коммерсанты, когда это нужно, нужно какие-то инсайды понять. Тот же телевизор всегда брал наши сюжеты, иногда не ссылаясь, просто потому что надо же где-то брать повестку внутреннюю, не только про Трампа. И если это пропадёт, то пропадёт, собственно, внутристороновой диалог, и было бы жалко. Дело не в бумаге, конечно, не в том, что люди переходят в чтение в интернет, а в том, что должно место, в котором люди читают быстро ленту, должно быть место, когда люди читают медленно. И это книжки, журналы, что-то такое подлиннее, чтобы задуматься и почувствовать, например, там, не знаю, порадать или посмеяться. Это тоже важно. Это не только вот такое зашумление, которое происходит из обычных лент. И наш способ борьбы был всегда в том, что мы заведомо не пытались повторить в журнале то, что и так есть в новостях и в ленте. Нам говорили, вот сейчас молодёжь длинные тексты не читает. Десять лет назад ещё говорили. И до сих пор говорят. Да. Это в какой-то мере правда. Все больше читают коротко, потому что время ускорилось. Но выяснилось, когда мы начали выходить, выяснилось, что в первую очередь нас читают не только те, кто в советское время привыкли читать, но и молодёжь, студенческая молодёжь нас начала читать очень быстро, и это многих удивило. Это нет ничего удивительного, это просто разное. Та же молодёжь читает и быстро, но хочется ей и подумать о смысле жизни, например, и почитать что-то помедленнее. Это другая потребность, может быть, не такая массовая, но она останется. И если не останется, то беда с человеком. А аудитория будет сужаться? Будет сужаться время, которое эта аудитория проводит. Я думаю, что аудитория делится не на умную и глупую, а делится время человека на то время, которое он уделяет чему-то, что пропускает сквозь ухо. Например, многие женщины гладят там и смотрят телевизор, а многие мужчины пьют водку и смотрят телевизор. В этом смысле неважно особенно, что в телевизоре в этом говорится. И говорится там обычно очень громко, для того, чтобы привлечь внимание людей, которые заняты на самом деле чем-то ещё. Но бывает, и эти люди иногда хотят почувствовать что-то внимательно, сесть в тишине и что-то прочитать. И это разные состояния одного и того же человека. Я думаю, что у человека современно уменьшается время, которое он тратит на что-то внимательное, и увеличится время, на которое он тратит на что-то такое шумовое, невнимательное. Но, кажется, надо попытаться организовать и своё время, и время общества таким образом, чтобы оставалось время на внимательный разговор. На то, чтобы пропустить что-то через душу. Да, точно. Это Виталий Лейбин, шеф-редактор журнала «Русский репортер». Мы сейчас прервёмся буквально на пару минут и очень скоро вернёмся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Это интервью Виталия Лейбина, шеф-редактора журнала «Русский репортер» на 101.0. Виталий, а вот вас как журналист, а какие темы цепляют? Угу. Меня цепляет там, где в ситуации несправедливости всё-таки находятся люди, которые остаются людьми. Меня, честно говоря, вот в «Русском репортере» полно журналистов гораздо круче меня. И я гораздо меньше пишу большие репортажи. И моя роль скорее такого модератора и человека, с которым можно углубить какую-то тему и увидеть новый поворот. Я специализируюсь на том, чтобы обсудить тему так, чтобы было интересно читать и был интерес самим репортерам. Но так-то Игорь Найдёнов или Марина Ахмедова, безусловно, или Оля Тимофеева-Глазунова, конечно, гораздо талантливее меняв как репортера. И в этом смысле меня заводит, когда у меня возникает какая-то содержательная или такая интеллектуальная проблема. Я не понимаю, что происходит. А Собчак, Навальный, перевыборы Путина, это всё вас не волнует? Мне кажется, это всё более-менее важно. Но, понимаете ли, есть политика в широком смысле слова, которая связана с культурой, с тем, как человек живёт. И есть политика в узком смысле слова. И это такая немножко вырожденная сфера, в которой очень легко драться и не очень легко понимать друг друга. Я не люблю вот таких вырожденных, как будто, знаете, мир немножко сплющился. Вот политические споры всегда напоминают такие плоские битвы. А почему сплющиваются? Потому что берут какую-нибудь тему, например, отношения к Навальному и начинают обвинять друг друга в абсолютной неморальности и нечеловечности, вплоть до того, что ты какой-то дурак или какой-то нечеловек, если занимаешь другую точку зрения. Это ведь глупо. Это всего лишь один из политиков. И не стоит ссориться с друзьями или с людьми, которых ты знаешь лично и тепло. Или по поводу дела, про которое ты болеешь, из-за того, что оно как-то связано или не связано с какими-то политическими персонажами. Что касается Навального, у меня с ним был некоторое время назад публичный конфликт. Он несколько лет назад обвинил меня в том, что я продажный журналист, совершенно безосновательный. Я, соответственно, потребовал извиниться. Поскольку он не извинился, то я считаю его человеком нечестным. Но, тем не менее, когда его хотели сажать, я вышел на митинг в его поддержку, чтобы не сажали за политику, из принципа, а не за него. Вот. И в этом смысле мое отношение к большинству таких проблем вот такое сложное. То есть мне не нравится, когда большие толпы людей бегут и готовы задушить друг друга из-за каких-то простых тезисов. Так вот, подождите, Виталия, по поводу людей, которые друг с другом ссорятся из-за политики. А Украина? Есть ведь семьи, братья и сестры, которые друг с другом не разговаривают уже несколько лет, потому что иначе относятся вот к этому вопросу. Так в этом и катастрофа. Наш ответ как репортер состоит в том, что очень может быть, что ваш гнев достоин того, чтобы выйти на площадь или взять в руки оружие. Да. Бывают такие ситуации. Бывают в мире ситуации, я не могу осуждать людей, которые воюют за свои дела. Это не мой выбор, но перед тем, как это сделать, задача репортера попытаться показать человеческое лицо, в том числе и врага. И это, возможно, один из признаков вообще цивилизованности. В том смысле, что ты не считаешь, что люди — это расходный материал, который нужно принести в жертву каким-то своим идеям, а ты пытаешься всё-таки понять сначала. Потом, возможно, не поняв... Понимаете, вот есть такой ушедший от нас, к сожалению, какое-то время назад философ и литературовед Григорий Соломонович Померанц, он воевал в Великой Отечественной войне, и после войны его сразу арестовали за какой-то дурацкий анекдот по доносу. И он попал в лагеря и сидел вместе с ласмусами. И там были простые какие-то мужики, которые что-то там, коллективизация, были очень обижены на советскую область. Он с ними даже в шахматы играл, в том смысле, что они были враги на фронте, но он понимал их мотив, он не мог принять их выбор даже в тюрьме. Померанц понимал, что его сторона в этой войне была правильная. Но понять он мог. Ну, попали в определенную ситуацию люди. Очень сложные. И в этом смысле я не могу принять и простить людей, которые бомбят мой родной Донецк, но выслушать и понять их логику. Многие из них заблуждаются, например. А многие из них действительно в гневе на то, что в их Украину, как они считают, мы вмешались. Да, и в этом смысле у них есть логика определенная. И понимая людей даже с той стороны, мне кажется, будет меньше насилия. И, собственно, все, что мы делали в украинском коллективе, мы пытались противостоять дегуманизации человека с той стороны в правлении фронта. Мы брали интервью и с украинской стороны, пока нас туда пускали. Сейчас и я, и некоторые мои другие коллеги не въезды на Украину, потому что тамошний режим считает, что честная журналистика не нужна. Это Виталий Лейбин, шеф-редактор журнала «Русский репортер». Очень мало, к сожалению, у нас с вами времени осталось. И хочу спросить вас еще про губернаторов-сидельцев. Если я правильно помню, шесть губернаторов в СИЗО по разным обвинениям. Ну, вот вас это волнует, и русреповская ли это история? Не хочется ли вам сделать про них репортаж? Да, нас это волнует. Эта история, может быть, десятилетняя, во втором номере «Русского репортера». Десять лет назад мы писали про целый большой, главный материал был о том, за что сажают мэров. Тогда губернаторов еще не так было много. Но вообще профессия мэра является более опасной, чем профессия журналистов в нашей стране, судя по всему. Профессия вообще чиновника. Да. И для нас это важная содержательная проблема, даже не в персональных делах, а в том, что управление в нашей стране устроено таким образом, что ты не можешь всерьез овладеть властью в регионе, не используя неформальные способы, так сказать, неформальные способы взаимодействия с местным бизнесом и добывания ресурсов. Потому что у нас очень централизованная система, абсолютно как раз с целью предотвращения коррупции. Но как раз эта централизация и провоцирует коррупцию, потому что вынуждает всех, чиновников на все уровни, вступать в разные отношения с разными бизнесами. И эти бизнесы могут их коррумпировать или могут их подставить, или могут использовать в каких-то войне. Это, понимаете ли, это, конечно, родовой камень нашей вообще политической системы, которая возникла из того, что административная система... Советская номенклатура поняла, что живет хуже, чем западная, и решила участвовать в капиталистическом деребане. И в этом смысле, поскольку эта система так и была выстроена, и пока не изменена, то кажется, что это большая, ключевая управленческая проблема в стране. И часто понятно, что в большинстве случаев эти губернаторы и мэры виновны в нарушении закона, но проблема не в том, что они только виновны. Проблема в том, что система выстроена таким образом, что повязывает круговой порукой вот этих всех неформальных связей всю вертикаль управления. И это системная проблема. То есть, по сути, посадить можно каждого? Более или менее высокопоставленного чиновника? Думаю, что не каждого, но большинство. Вот знаете, что интересно? Эксперты наши локальные, которые понимают, как все в политике устроено, говорят, что, ну, как бы, а чего вы хотите? Вот такие вот неформальные взаимоотношения с бизнесом, о которых вы сейчас сказали, это нормальная практика, что есть и вот такие вот серые, я сейчас говорю в кавычках, кассы, которые идут на финансирование предвыборных компаний. Да, на финансирование Бог знает, чего не идут. И это все было как бы можно, да? А сейчас стало нельзя. Что произошло? Действительно возникло, вообще, как бы, это, как бы, если никто не знает из чиновников, то действительно все будет хуже и хуже в этом смысле, потому что действительно есть огромная, ну, существенная воля, во-первых, в выстраивании абсолютно лояльности вертикали, во-вторых, в том, чтобы перевести, силовым образом перевести, как бы, теневые схемы в белые. Но поскольку таких возможностей очень мало, то страдать будет, прежде всего, обычно же, федеральных министров-то не очень много спасаешься, например, один. И обычно такие вещи происходят в ситуации, когда первому лицу в государстве кто-то донес, что произошло какое-то вопиющее преступление. Вопиющее преступление в нашей среде – это нарушение лояльности, иными словами, предательства. Да, и либо национальных интересов, либо групповых. Но и в этом смысле эта система, как бы, выстраивать, ну, более жесткую прямую линию, с одной стороны, а с другой стороны, действительно нет другого выхода, кроме как вообще, ну, ясным образом показать, что имеющие схемы не будут работать. Но просто жаль, что эта демонстрация происходит без предоставления определенной свободы, политической свободы действия, которая позволила бы находиться в легальном поле мэром и губернатором. Без реформы управления. То есть происходит демонстрация о том, что управлять по-старому нельзя, но как по-новому. А по-новому непонятно как. Вы говорите, что будет все хуже и хуже, то есть в смысле будут еще посадки или в смысле губернаторов? Да, безусловно, но я думаю, что в какой-то момент демонстрация, ну, закончится и становится какое-то новое равновесие. И тут точно совершенно, абсолютно точно будет, главным обсуждением должно быть то, как изменять систему управления регионами, и как делать это более логично, понимаете? И в Соединенных Штатах есть теневые лоббистские ситуации, есть избирательные фонды. Вот фонд Клинтон, да, вот опозорился в этой предупрежденной кампании. Но проблема стоит в том, что там цивилизованные страны пытаются эти вещи легализовать в сторону цивилизованно-публичного лоббизма, в сторону объявленных отношений. Их благотворительные фонды все-таки иногда и благотворительством занимаются, они только особняки покупают, понимаете? И в этом смысле цивилизоваться система должна. И вообще-то действительно точно понятно, что не нужно демонстративного потребления у губернаторов, что не нужно на благотворительные фонды не детям помогать, а строить какие-то дачи, что не нужно иметь прямую свою долю и своей семьи в каких-то бизнесах. Это можно делать. Тем более, что сформировался класс элит, которому вообще-то не нужно так уж много воровать для того, чтобы прохормить свою семью. А как вы думаете, вот это вот все, о чем вы сейчас сказали, и про реформирование системы управления регионами, это все вообще волнует тех, кто в АП сидит? Думается, да. Думается, да. Они, ну, по крайней мере, Киенко понимает проблему, насколько доносятся оттуда разные сигналы. Более того, он вот последний, как бы, курс на технократизацию. Молодые губернаторы и технократы. Да, но они не всегда молодые. Ну, вот, например, в Дагестане старого поменяли на старого, в этом смысле нет. Но просто по-другому устроенного. Да, если смотреть такие вот такие вопиющие регионы, как Дагестан, а у нас было вот по поводу губернатора большой-большой материал и репортаж из Дагестана, там же народ просто уже как бы был в отчаянии практически, потому что невозможно было терпеть. А чего невозможно было терпеть? Ну, все-таки в Кирове и в русских регионах не так уж и сильно нет коррупции, связанной с семействностью. А там, как бы, в таких регионах, как Дагестан, там очень, ну, буквально родственников назначали на позиции, которые еще и продавались. Да, и, видимо, эту систему нельзя будет сломать, но тут, как бы, тут, если когда дагестанская система до Кировской дорастет, то это уже будет прогресс. В том смысле, что какую-то восточную специфику надо убирать в цивилизованном регионе Российской Федерации. И там действительно понятно, что логика смен губернаторов просматривается. Они либо не справились с управлением, находились в очень сильных конфликтах с местными элитами, и что приводило к коммунальной какой-то безобразию, либо не смогли обеспечить некоторый шаг развития, потому что коррупция вообще-то преодолевается не посадками, не борьбой с коррупцией, ужесточением регламентов и бумаг. Бумаг у нас так много, и проверяльщиков очень много. Проверяльщики не помогут. А коррупция от нормальной ситуации дел отличается тем, что хорошее управление эффективно. В ней строятся дороги, в нем, как бы, происходит экономический рост, и в нем повышается уровень науки и образования. И это, если ты потратил какие-то огромные, как бы, бюджетные свои миллиарды на 30 дорог университета, и действительно потратил, то мне кажется, что это та ситуация, где уж не нужно прямо-таки проверять, все ли бумаги подписаны были хорошо. Нам, к сожалению, пора завершать наш эфир. Это было интервью Виталия Лейбина, шеф-редактора журнала «Русский репортер». Друзья, приходите сегодня в 7 вечера в галерею «Прогресса» на встречу с Виталием. Я думаю, что будет очень интересно. Спасибо вам большое за этот эфир.